Знай это о моих чувствах. Когда я жила в обители, он уделял мне много внимания. После того, как я вернулась из обители домой, мы стали реже видеться, меньше общаться. И я потеряла смысл жизни. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, чем мне заняться, куда себя деть. Подскажи, как мне выйти из этого состояния. И второе. Несколько лет знаком с девушкой. В последние полтора года у нас появились взаимные чувства. Но сейчас из-за того, что мы не можем составить семью, нет дома и средств существовать вместе. Чувства у нее стали проходить. Как поступить в этом случае, когда от этого у меня сложное психологическое состояние и довольство собой? Вот это все, что сейчас названо. И призвано быть преодоленным в условиях того, когда вы, Божьи, будете учиться ставить выше земного, природного. Потому что на самом деле ваша жизнь зависит, конечно же, от природы тоже, но прежде от Божьего. То есть вы не животное, где прежде зависит все от природных инстинктов и программ, которые заложила природа. А так как телу вашему присущи, конечно же, программы той же самой природы. Но самая главная зависимость в вашем развитии, она прежде находится в области Божьего Христа. Научиться Божье ставить выше, очень важно. Очень важно. Иначе перекос в восприятии жизни и, соответственно, перекос в становлении природной семьи вашей, дальше гармоничной, в развитии любви, он будет очень большой, этот перекос. Накладок возникнет очень много. Если вы Божья, вернее, любовь свою поставите выше Божьего, то есть некий культ возникнет, то есть когда свою природную любовь вы видите прежде всего как единственная, самая важная цель вашей жизни. Это будет означать одно, что вы природную любовь, вы возводите в ранг какого-то культового таинства. То есть оно как в виде Бога у вас существует в жизни, как самое-самое большое. Если так, вы заблокируете свою жизнь. То есть у вас будет разрушаться все в отношении этой любви. Вам никак она не будет даваться, эта любовь. Вы только будете ее находить, влюбляться, у вас будет уходить, что-то случается с тем, кого вы любите. Он будет либо умирать, либо что-то случается, но вас будут сильно бить в этой области. Сама жизнь будет рвать вас с этой стороны, чтобы вы не делали это культом для своей себя. Чтобы вы сумели даже в этих условиях Божье поставить выше. И это именно и происходит. Ведь сколько мы не смотрим вокруг, любовь нормальной реализоваться никак не может у большинства из ваших собратьев, ваших родителей. Вы видите, сколько вокруг вас людей, а вы спросите, насколько они счастливы в любви. Вам редко будет удастся найти такие единицы, которые долго сохраняют свою способность реализовывать какие-то качества любовные, хорошие. Это очень непросто. А это все связано с тем, что в свой чувственный мир человек ставит выше божественных истин. И он уже начинает блокировать. И чем сильнее он возводит в культовый ранг любовь природную, тем сильнее и мощнее будет удар в эту область нанесен. И это становится очень больно. Настолько больно, что мутится у человеческого сознания, он может даже и просто попасть в психиатрическую больницу. То есть становится алкоголиком, чтобы как-то задавить это все. Становится наркоманом, чтобы как-то сбить эту боль. То есть он интуитивно ищет сразу метод, и как снять вот эту ответственность, потому что горение настолько мощное, что оно кажется, что все его тело превращается в один болевой комок. И он даже мыслить не может нормально. То-то он всячески вот так вот хаотично начинает искать выход. Хватается все, что угодно, вплоть до того, что может просто жизнь покончить самоубийством. Даже такое, но вполне в этом случае часто реализуется. Поэтому, конечно же, в этом смысле вам надо обязательно учиться Божьей ставить Высшее. Тогда вам удастся правильно проходить Божьи эти горения, которые могут в этом случае возникать. И выжигая излишнее внутри вас требования излишнее, ваша любовь будет становиться удивительной. То есть вы будете учиться так или проявлять, ну как что-то действительно волшебное, ее цены, которому трудно будет какое-то наметить. Это будет что-то очень удивительное. Но любовь должна стать не в одной упряжке с требованием. Если возникать требования, вы сами перечеркиваете свою любовь. Вы прощаете что-то очень нехорошее, нехорошее. А прежде именно так и происходит. Потому что вот эти расстройства, которые сейчас были названы запиской, связаны с требованием. То есть вы воспользовались настроения от того, что не реализуются желанное. Я. Все. И вы теряете интерес к жизни. А любовь – это коренной интерес. Это основы, которые у вас составляют, вашего эгоизма. Потому что это корни природы. И на этом, в общем-то, и строится человеческое общество, составляется семья. И считается это очень важным таинством в жизни. Потому что вы все мысли, как правило, с юности на это и направлены. То есть это же коренные интересы. И, конечно же, в этом затрагивается большая полнота вашего существа. И, конечно же, опять же, мы смотрим, если она не реализуется, вот эта полнота, то как будто бы теряется почва из-под ног. Как будто бы интерес к жизни действительно утрачивает смысл. То есть нет интереса. А что тогда? Не найдено больше ничего. Мужчине проще бывает. Он найдет в творчестве что-то. Он удавится с культурой, он станет философом. То есть это как вот есть такие, что же опять вы могли где-то в киноискусстве заметить эти выражения. Жениться всегда полезно. То есть если попадется, жена плохая, останешься философом. Жена хорошая, будет счастливее. То есть это так и есть выражение. Мужчина может найти, конечно, выход в этом случае. Он удавится в какие-то творческие изыскания. И да ладно, как бы все эти природные явления. Но женщине немножко сложнее. Она в полной мере должна в этом реализоваться. И выскочить из этой трудности ей будет очень сложно. Поэтому, конечно, ей будет больнее. В этом смысле. И тут даже и опасно. Поэтому, конечно, выстроить сейчас изначально правильное отношение к жизни, к любви, очень-очень важно. Поэтому учитесь терпеть вот это горение. А когда вы его терпите, не осуждайте главное. Не требуйте ничего. Разрешите этому быть. То есть внутри себя разрешайте. Хотя это так больно. Так не хочется это разрешить. Тем не менее, разрешайте. Повторяйте по себе. Я разрешаю этому быть. Пусть оно будет так, как и есть. Если это соответствует воле Бога, пускай оно будет так. Пускай оно будет. Я согласна. Или со стороны мужчины. Я согласен, чтобы это так было. То есть вы сами вслух проговорите эти фразы. Вы согласны. Если это воля Бога, вы согласны, чтобы так было. Да, это больно. Но пускай оно будет. Так и будет лучше. Выразите вот это согласие. И выражайте его постоянно, пока это все горит внутри вас. Всегда возвращайтесь к выражению этого согласия. Это означает, что вы проходите правильно это горение. И если оно однажды уберет у вас эти чувства, не бойтесь. В замену им придет другое чувство у вас. Вы не бойтесь его потерять. То есть тут не получится так, что вы утратили его. И все, никогда вы никого не полюбите. А тут сразу мысль возникает. Ну все, я перегорел. Никого любить не буду. И я никого не полюблю. И все, мне все. Не хочу ничего знать. Все, я пошла изучать астрономию. Нет, все это запросто, очень быстро. Как только одно отгорело, тоже вас за уклон подкарауливает. Уже некое чувство с другой стороны. Вы опять ошалели. Опять все поехало. Крыша какая-то странная стала. Не только фибрация. И все. Но на самом деле, конечно, если вы правильно это проходите, у вас не может быть такого пепла, где уже больше ничего как будто бы не вырастет. Среди он намного хорошего. Вырастет там зелень новая красивая, цветами удивительными, она обязательно по яйцам. Не бойтесь проходить это правильно. Но если идете, выжигая, ругая, проклиная еще, тем более часто по слабости, такое может быть, вот тут-то, конечно, вы выжигаете очень мощно. Вы блокируете эту чувственную область у себя очень сильно своим подсознанием. Вы уже начинаете проявлять такую мощную блокировку. И тут у вас скажется очень негативно вообще на вашей физиологии. То есть у женщин возникает сразу серия заболеваний по женской линии. Очень мощно начинает возникать. Вплоть до того, что там илаженную опухоль может возникать. И именно вот этой серьезной, строгой, такой отторгающей вот эту область жизни. И если у нее действие проявляется в психике, все она допускает этому быть, то у нее мощно пойдет программа уничтожения ее физиологии. Это нельзя ни в коем случае делать. К этому надо осторожно, грамотно выстраивать свое отношение. Поэтому учитесь это правильно принимать. Не дается, не впивайтесь, как я уже до этого сказал, когтями. Держитесь нормально. Держите себя в норме, контролируйте свои действия. Ну, это им призвано вам помочь. Возможность идти в молитву, возможность погружаться в песнопение какие-то хорошие таинства. Ну, танцуете, поете. Ну, пусть это будет трудно. Но входите-то, погружайтесь в эти хорошие таинства. И они будут помогать вам переключаться немножечко, передохнуть, дадут вам возможность. Хотя убрать огонь сразу, конечно, не берут ничего. Но зато, когда это пройдет, у вас останется хороший след, на основе которого вырастет еще более прекрасная любовь. Ну, вот отношение подростков с бабушкой. Как бы такое жестко-сердечество подростков. Я живу в доме с бабушкой, которая не приняла свершения. И многие принципы, по которым она живет, нисходятся с теми, по которым стараемся жить мы с мамой. Но бабушка очень часто начинает учить нас, с каком нужно жить, и требует выполнения ее правил. Причем на повышенных тонах. И порой очень грубыми, грубыми, децентурными словами. В эти моменты я не сдерживаюсь. У меня обида на бабушку. И я либо разругаюсь с ней, либо иду громко клопну дверью. Но еще больше меня раздражает, когда бабушка начинает так разговаривать с мамой. Как мне поступать в таких случаях, и как убрать обиду на бабушку? Вторая записка. У меня вчера умерла. Она сильно болела. Во время ее болезни у меня не было к ней ни сострадания, ни жалости. Я даже не плакал, как делал раньше, когда у нее были небольшие приступы. И вот когда она умерла, я как будто осознала все. Мне стало так больно, что я так себя вела, когда она была живая. Мама называет меня бесчувственной. Я сама себе удивляюсь, как объяснить мое поведение. Еще раз, что я сердечная подростка, когда у меня с мамой не очень хорошее отношение. Началось это с того, что бабушка рассказала мне, что одно время она хотела отдать меня в детдом. Она не сидела со мной, когда я был маленький. Сейчас я понимаю, что это было уже давно. И мама сейчас изменяется. Но у меня внутри сидит противоречие. Например, мама меня просит вынести в ведро. Я не могу его вынести. Что-то внутри не удается. И я не знаю, как с этим бороться. Здесь сразу зачитывать не надо, повсюду они в разные оттенки. В случае с бабушкой, бессердечие связано с тем, что когда она жила, внутри у вас шли энергийные соприкосновения такого характера, когда на этом уровне, не на уровне сознания, когда это было трудно оценить с помощью сознания, уже шла война определенная. Сильное, мощное столкновение происходило. Неприятие того, что было связано с бабушкой. Потому что пока она жива, эта программа ее действует, она атакует вас. И у вас внутри идет программа отторжения. Но это не всегда вам удается правильно оценить, конечно же. Потому что это находится на более купленном уровне, который пока еще вам достаточно правильно не фиксируется. И естественно, когда она покинула жизнь, ее активное воздействие энергии, она прекратилась. Все. И у вас снимаются стали те блоки, которые в момент ее жизни происходили. И пошла реакция осознания того, что на самом деле вам присуще. Поэтому то, что после ее смерти у вас проявилось вот это осознание боли, это говорит о том, что вы не бессердечно, что вы способны переживать, супереживать. Это нормально тогда состояние. Просто вы были не в состоянии до этого времени правильно реагировать на то, что происходило со стороны бабушки в вашу сторону. Тут сразу говорить о какой-то черстости, нечерстости, правильности, неправильности сразу будет неверно. Ведь мы уже говорили в этом случае, когда мы говорили о жалости, о желании пожелеть, пойти навстречу чему-то со стороны ближнего проявляющегося. Оно же ведь связано и где-то с уместными, с его стороны, требованиями, и с неуместными требованиями. Когда эти требования настолько неуместны, когда у вас не просто отражение, нежелание так сделать. Но и здесь не только бывают неуместные с ее стороны требования бабушки или кого-то другого, но и ваше желание не делать так, как будто от вас требуют. Это тоже и ваша собственная слабость тоже здесь может играть свою роль, и ваши собственные капризы не позволяют часто пойти навстречу ближнему, хотя это следовало бы сделать. То есть тут обоюдно, конечно же, все проявляется, и каждый отдельный случай его следовало бы оговаривать отдельно, употребляя еще дополнительные нюансы, какие-то оттенки, которые могут быть присущи только вашей ситуации, чтобы здесь не выводить какие-то обобщенные подсказки. Потому что каждая отдельная ситуация в деталях, она может нести какой-то свой характерный ответ, который в другом случае при такой же, как будто бы аналогичной ситуации дать уже нельзя. Там потребуются другие уже ответы с другими оттенками. Но вот прежде всего вот этот характер черстости или черстости, он, конечно, связан от того, что идет от ближнего к вам, и, соответственно, что вы испытываете в своих ощущениях в отношении этого человека. Это происходит на уровне энергии, вашей информации. Такое неприятие может даже происходить между взрослым и вообще грудным ребенком. Когда можно сказать, что же такое, почему же такое неприятие его идет. Вроде бы такой маленький, вроде бы все у него должно быть чисто, но идет мощное его неприятие. А это на уровне энергии у вас идет война. То есть у вас соприкосновение этих энергий, оно несет такую форму проявления информации, где эти информации никак не могут с друг с другом согласовываться. Идет атака. И все, вы ощущаете неприятие. Вот это атака происходит. И нужно время, чтобы постепенно вы, учась правильно реагировать на многое, не только связанное с этим ребенком, со всеми окружающими, потому что эти задачи каждый день вам кто-то приносит. Вы правильно решаете задачи, выстраиваете чистый мир так, что эти ненормальные ваши реакции постепенно уходят. И вы все проще и проще воспринимаете чью-то атаку. Вы к этой атаке все легче начинаете относиться, воспринимая ее, а не пытаясь вставать в оборону. Это, конечно, у вас постепенно будет все меньше проявляться. Вы будете все больше способны это воспринимать правильно, именно воспринимать, не отгораживаться, не думать о защите. Но также есть в отношении, когда идет общение между взрослыми и детьми. Вот этот энергийный уровень, он, в общем-то, многое и определяет. Бывают требования уместны, как я уже сказал, но на уровне энергии может идти такая атака, когда человеку, или взрослому, или ребенку будет трудно с этим справиться, и пойдет мощное неприятие, которое даже будет порой трудно и преодолеть. И вы будете замечать, что вроде бы как только это проходит, вы сожалеете, думаете, ну что ж такое, я какой грубиян, я грубиянка, так поступило. Но как только опять действие возникает, такое, вы чувствуете, что вас опять втягивает в эту ситуацию какая-то воронка, и вы не в состоянии справиться, вас опять несет, вы говорите какие-то грубые слова, как-то ведетесь вызывающие себя. Но справиться порой, может быть, даже и не сможете. Но это пусть не пугает, главное здесь стараться, стараться вовремя определять начало этих ситуаций, когда начинает вас закусывать что-то, провоцирует на какие-то нехорошие реакции, учитесь остановиться, сказать, стоп, а почему я так хочу реагировать? Мне надо реагировать по-другому. И выстраиваете болевым усилием другую реакцию. То есть, даже не реакцию чувственную, а поведение другое. И где делая правильные шаги, внешне выраженные, вы подтягиваете чувственный мир к этому поведению. То есть, чувственный мир начинает больше соответствовать вашему внешнему упражнению. Это такая же реакция, о чем мы упомянули сейчас, до этого, не в этот день, а на встречах, и что отметили психологи, изучающие эту область, где если человеку грустно, и он начинает стараться растянуть улыбку на своем лице, то в этот момент у него может ощущаться улучшение настроения. Хотя бы грустно было. Ведь это мышцы, когда включаются растягивающие улыбку на вашем лице, они связаны с состоянием определенным психическим, которое начинает действовать в момент соприкосновения с чем-то приятным. Из вас возникает улыбка. То есть мышцы работают, включаются только в одном обстоятельстве, к примеру. И, соответственно, конечно же, как только вы насильно начинаете ее растягивать, включается, затрагивается программа, связанная с каким-то хорошим настроением. И начинает как будто бы светлеть в голове. Вот подольше старайтесь улыбнуться в трудный момент. И вы будете чувствовать, что как будто бы начинает улучшаться настроение, как-то легче становится. Не бойтесь, что у вас будет, может быть, лицемерная улыбка. Вы попробуйте проэкспериментировать. И вот это означает, что если вы внешние действия делаете точно поистине, то как бы чувственный мир этому не противился, он начинает перестраиваться насильно под правильное действие. То есть выстраивается чувственный мир так, как требует истина. Вот почему многое говорим, что надо сделать усилием воли. Потому что этого не пожелается сделать. Вы должны взять и сделать. Вот зная, вот так надо. Встаете и делаете. Пробуйте это сделать. Все, чувственный мир начинает устраиваться в этом направлении. Все. Пройдет какое-то время, вы уже обратите внимание, что чувственно, вы уже хотите это сделать. То есть вы стали в соответствии с этими требованиями. Все. Вам не требуется дальше сила воли. Возникла ситуация, вам пожелалось так сделать. Вы стали этому в соответствии. Дальше не потребуется борьба. Уже поставится какая-то другая задача. А когда ты становишься посторонним наблюдателем этой атакки, то есть не сама участвуешь в этом, а то есть наблюдаешь, что начинается вот между взрослыми, допустим, они начинают, ну просто энергийно атаковать друг друга. Стоит ли мне вмешиваться? То есть не я сама участвуешь в ситуации, а как бы нахожусь посторонним наблюдать. Понятно. Можно попробовать, конечно, наполнить. Можно попробовать. Но будь осторожна. Здесь иногда по-разному. По-разному. Представь, как может быть, по-разному. То есть есть моменты, когда можно где-то или порой даже строго кому-то составить, что такое, ну-ка прекратите или что-то. В этом роде пьет раз, всех вздрогнули и задумались, да, действительно, что это мы тут разошлись. И это может подействовать так. То есть такое случается. Но это не панацея, то есть это не есть метод, который обязательно надо применить. А то можно зайти и сказать, ну-ка превратите, строго сказал, и в ответ тебе трезь. И ты уже чувствуешь, что все, и контроль потерян собой уже было двое ругающихся, стало трое ругающихся. То есть увеличилось число негативных последствий. То есть тут смотреть надо за ситуацией, насколько что уместно. Потому что где-то можно мягко подсказать, но ты видишь, не слышится никак-то. И тогда просто быть готова к тому, чтобы просто отойти туда, ожидать возможность этому выписаться в полной мере. А потом, когда она придет к какому-то контролю эта ситуация, тогда же попробовать еще раз напомянуть. но как-то всегда быть готовой вторгаться, настаивать на том, чтобы прекратили, чтобы поняли, что делают, и услышать какую-то истину, здесь быть надо осторожной. Однозначный ответ здесь нельзя дать всегда вмешиваться активно. То есть тут уже присмотреть, либо просто дойти в сторону, помолиться, и просто послать свое доброе что-то, представить какие-то образы хорошие, улыбки на их лицах, в стороне. Это тоже действенно, оно тоже может действовать. И тоже уместно. Поэтому тут уже от творчества этого зависит, от того умения оценить сложность ситуации. Но уместно вот такие названные моменты, и в разных случаях это по-разному может пойти. из-за этого закрываю, как всем другим ребятам. я, потому что мне кажется, что если я потихну, ну, как сказать, оборветь, и я не смогу этому человеку помочь, когда я вижу, что ему плохо, что я этого не увижу, что я не почувствую. Поточнее, еще раз прорисую, поточнее. не оборветь, по-больше. Точнее, тут так. я боюсь в кого-то влюбиться или что-то, потому что мне кажется, что я, тот человек, который мне дорог, ну, как бы, это мужчина, он, я вижу, я часто вижу, что ему тяжело, и я постоянно думаю о нем, посылаю ему теплые чувства. Мне кажется, что если я в кого-то другого, ну, мужчину какого-то уйду, то я перестану это посылать, и, ну, у меня, как бы, ну, у меня боль, как бы, что я не смогу помочь этому человеку, когда я вот... То есть есть человек, с которым ты дружишь, хорошо к нему относишься, боишься влюбиться в другого человека, в другого мужчину, думая, что если ты влюбишься уже в другого, то к этому ты не направишь свои добрые чувства, помощи, или что им? Нет, он, как бы, у меня и природно, он отзывается очень во мне, я и природно тоже к нему расположена, и именно вот это вот природное чувство, оно мне помогает постоянно, особенно раньше. Да, 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 это природное чувство, тоже вот здесь, но отдаваться завидимой, что ему тяжело. И я боюсь, я как бы сейчас чувствую, что у меня силы нету, но у меня страх будет потерять эти чувства, потому что я часто вижу, что ему сложно, и мне очень хочется ему как-то в этом, ну, помогать, хоть как-то там, поучаствовать. и я боюсь, что если я уйду в другого человека, то... не могу сказать, да, значит, полюбив, ты тогда не говори как о ранном, о чем-то, что там будет, а сейчас в этом все у тебя. В этом тоже получается не все, а какая-то часть, если любовь не проявлена. Ну, конечно, такого бояться не надо, хотя нечто подобное, оно вполне может внешне выразиться. если сильно проявится чувство любви, а значит, естественно, определенная зависимость от того, кого ты полюбишь, внимание максимально будет направлено в ту сторону, кого любишь, и может немножко уменьшиться внимание в эту сторону, к прежнему мужчине, которому ты как другу хотел, как друг хотела помочь. Но этого бояться не надо. Конечно, ни в коем случае этого бояться не надо. Ты всегда будешь иметь способность проявлять то настоящее, что на самом деле имеешь. У тебя может уменьшиться только что-то ненастоящее, но настоящее и ценное, божественное, оно не уменьшается от этого. Чувство дружеское, оно будет сохраняться, нормально все будет. Не надо бояться, потому что ты в таком случае при таких обстоятельствах начнешь где-то внутри пробовать блокировать свою природу. Те программы, которые призывают тебя раскрывать. Но блокируя их, ты лучше не будешь становиться. А если будешь становиться все хуже, соответственно, потому что тут либо лучше, либо хуже, на одном месте нельзя оставаться. Если будешь становиться с каждым разом все хуже, тогда оказывать помощь ближним будет все сложнее. Ты будешь все слабее, если начнут скрываться другие программы, связанные со слабостью, они начнут торжествовать у тебя внутри. И это будет все удаваться тебе меньше и меньше, что-то хорошее выразить со стороны. Главное, если вы хотите все больше оказывать помощь окружающим, возближним, для этого обязательно стремиться по пути развития, чтобы становились все лучше. Тогда вы все больше сможете сделать хорошим тем, кто вокруг вас. У меня еще такой момент просто прястутся в прощинцами, что я не могу применять то, что если мне будет хорошо, а я наоборот буду будет плохо в этот момент. Я думаю, пусть то лучше все время мне будет. Я не могу просто это делать уже. А ты думаешь, что он такой нехороший? Нет, он нехороший. Посмотрит на твою радость и ему будет так плохо. А может быть ему так легче станет, увидев, как у тебя хорошо, и ты поможешь ему. А с этой стороны не смотрела? Ну, ты влюбилась на другого мужчину. А до этого времени уделяла и этому мужчине много внимания. То есть какую-то помощь, дружескую, чаще прибегала, разговаривала, как-то по-хорошему помогала. А вот ему грустно, он там болеет, или что-то сложно справиться с какими-то психологическими задачами, часто испорченное настроение. И вдруг ты как будто бы полюбила другого мужчину. Испытала какой-то взлет счастья от общения с тем, кого полюбили. почему-то считаешь, что этот прежний человек не обрадуется, увидев, что с тобой происходит, как тебе радостно стало. Ведь ты же не будешь настолько слепа, что забыл вообще о наличии тех, кто вокруг тебя. То есть вряд ли ты так полюбишь, чтобы даже забыть о том, где ты находишься. У тебя вряд ли будет возникать вопрос, что это за земля, и кто это такие ходят вокруг тебя, уже полностью обо всем забыл, и только любишь одного. И ты все же будешь помнить. Будешь помнить этого мужчину. И все твои добрые, хорошие качества, они в этом случае не перекроются. Ты с еще большей радостью побежишь к нему так же. Забежишь, скажешь, ты знаешь, мне так здорово, вот так-то, так-то. Ты расскажешь о какой-то своей радости. То есть ты торжество своего сердца выписнешь в общение с ним. Но так он же это тоже почувствует. И если ты для него не вещь, которой он хотел бы пользоваться, он порадуется. Но если он не обрадуется, тогда ты для него вещь. Вообще этим вы можете легко друг друга проверить. Очень легко. Вот когда вы так дружите, и тот, с кем вы дружите, внезапно обрадовавшись, что-то еще нашел, но это вам не принадлежит, а ему начинает как бы это принадлежать. И он от этого радуется. То посмотрите, как вы к этому относитесь. Можете ли разделить радость с этим человеком? Ведь чаще думают, что друг это тот, кто делит прежде горе. Нет. Рабы тоже делят друг с другом горе, находясь в одной упряжке. Но это не означает, что не друзья. А вот сумеете разделить радость друг с другом, вот это здорово. Тут многое чего вскрывается. И вот особенно в чувствах любви, которые у вас проявляются, здесь очень много такого проявляется, качества, которые можно охарактеризовать, как, либо вы относитесь, воспринимаете ближнего как друг и видите в нем потенциального друга рядом с собой, либо вы воспринимаете его как собственник, пытаясь увидеть в нем нечто, что должно вам принадлежать. Если оно уходит от вас, вам грустно, вам очень тяжело становится. То, что уходит, может быть грустным, тут где-то даже допустить можно какую-то грустинку, потому что всегда хочется иметь то, что приятно, и говорить о том, что если приятное уходит, не должно ощущаться грустинки, так будет неверно, это будет что-то неуместное, потому что так это неправильно. Закономерность есть простая, если приятно, вам хочется это иметь. Поэтому некоторая такая легкая доля привязанности, она вполне допустима. И если приятное как-то уходит, немножко грустновато, она вполне может быть. Но если вы сильно расстраиваетесь от этого, что она уходит, не можете поделить радость с этим человеком, если он в свою очередь полюбил кого-то другого, не вас полюбил, а влюбился в кого-то другого. Посмотрите, как вы вас принимаете. Сильно ли это вас огорчает? Будете ли вы его осуждать за это? Если вы начнете тем более осуждать, говорю, вот он предал меня, и как-то еще негативные оценки ему дадите, но это крайне неприятное ваше отношение к этому человеку, вы действительно его рассматривали только как собственность. Он не был для вас человеком, у которого есть божественное, он просто был как будто бы вашей собственностью. И вы считаете, что вы имеете право его иметь рядом, и он не имеет права никуда уходить по вашему, без вашего желания. То есть это отношение, оно очень часто вообще проявляется. Вы просто не даете этому дополнительную такую оценку, где прямо точно называете все вещи своими именами. Но именно так оно все на самом деле происходит. Поэтому в семьях часто строятся взаимоотношения именно с позиции собственника. Когда муж считает, что жена его, она не имеет права ни то, ни то, ни то, ни то, вот если она будет вот так я ее буду любить. То есть он налагает на нее программу собственности. Также соответственно женщина на него те же самые программы он не имеет права ни то, ни то, ни то, вот только вот так. Тогда все. Я буду ему хороша, я буду улыбаться, пусть только не сделает. Это же та же самая программа. Вот при таких условиях друг к другу вы никогда не составите счастливую семью. Это невозможно. Вы начнете активно гасить прекрасные свои качества, которые должны будут проявиться в этом смысле. И у вас просто начнется что-то очень несуразное. Со стороны глянув на ваши взаимоотношения, можно задаться вопросом странно, как вы только живете друг с другом, зачем вы вообще соединялись. Но ведь в основе это как будто бы лежала любовь. А если эгоизм неправильно проявляется, он обязательно проявляется, конечно же, вместе с любовью, очень ярко скрывается. И если он ненормален, его формы ненормальны, то вот это отношение к прежнему, как к собственности, вы мощно начинаете ощущать. Очень мощно. и если вы обижаетесь на то, что он уходит и делает не так, как вы бы хотели, тот, кого вы любите, все, у вас это прямой показатель, что вы его воспринимаете как вещь. Вы не разрешаете быть самим собой. И получается, когда, еще раз, вот такое тоже можно прибавить чуть-чуть момент, он тоже очень присущ больше к женской стороне, когда есть определенная мечта, каким должен быть мужчина рядом. Ну соответственно мужчина тоже где-то там бывает рассуждает, какой бы он хотел быть женщиной, но это не так ярко. Больше женщина мечтает, как бы она хотел составить семью, какого бы она хотела мужа рядом иметь, то есть каким бы мужчиной, какого характера, что-то она часто бывает представляет. И настолько увлекается этим представлениями, что на самом деле, когда она составляет семью, она не составляет семью с человеком реальным. Она составляет семью с образом своим об этом человеке. То есть она находит в какой-то момент, как будто бы соответствие в его поведении с каким-то придуманным ранее образом, быстро включается это то, что я хотела. Вот он соответствует моим желаниям. И раскручивается мощное самовлушение, что это то, что ей нужно. И возникает ложное ощущение любви. Она быстро эту программу вводит в активное развитие. Возникает чувство любви. И церковь начинает удержать все это все моя мечта. Вот она, вот она, вот она, вот она. Как только составляется семья, начинает замечаться ситуация другого рода. оказывается вот тут он ведет себя не так как хотелось ей. Она думала, что он такой, а у него другое еще открылось. Ой, а там еще и это. Он совсем не так как не представлялась. и потом уже возникает чувство а действительно я убью его. Как-то странно, что-то я, может уже и не убью его. И все. И поехало уже в обратную сторону все откатывается. Но семья бывает уже создана. Уже бывают рождаются дети. И вот эти требования, которые начинают восстегать впоследствии так бурно, они создают большую трагедию. Просто трагедию. Потому что не воспринимается ближненьким человек, которому вы разрешаете быть человеком таким, какой он есть. Вы с него требуете быть таким, каким вы его придумали. А он этому не соответствует. И не должен этому соответствовать. Более того, все придуманное, что способен создать человек, это очень примитивные образы. Ведь вы не знаете, что такое положительное качество. Вы их слышите от одного человека, от другого, что такое положительное. С чем-то хорошим. Просто какой-то дополнительный комплекс. Вами придуманный, он в истине не соответствует. И вам кажется, как будто вы справедливо требуете от ближнего соответствовать этому образу. Но это глупости. Вы придумали глупость. Он не должен быть таким. Он в реальности гораздо лучше, чем ваш образ. Но вы уже не можете увидеть красоту этой реальности. Вы сопоставляете с образом, и если он не сопоставляется с образом, как вам бы хотелось, вам кажется, что это хуже. Да нет, в реальности это гораздо лучше. Гораздо правильнее проверяется, гармоничнее, чем то, что вы придумали. Ведь вы часто придумаете то, что для вас вообще опасно. Ведь вы часто желаете то, что может быть даже и уместно, но для вас ни в коем случае на данный момент это женщины. Можно сказать, уместное, хорошее пожелание, но почему бы не думать, чтобы добрый рядом был? Разве можно пожелать, чтобы он был злым рядом? Нет? Уместное пожелание, чтобы он был добрым, но вы, имея неправильное отношение к этому состоянию человека, вам его просто нельзя дать. Вы сами себя убедитесь и покоявитесь рядом с добрым человеком. Он не будет вас хамить, он не будет вам грубить, но у вас включатся программы, вы его прогоните, вы измучитесь рядом с ним, вы будете постоянно подозревать в нем злобу, какое-то коварство, потому что вы недостойны еще пока доброго человека, вы сами коварны, вы сами хитры, вы сами злобны, и поэтому вы это все подозреваете в нем обязательно, и вы замучите сами себя в этой ситуации, поэтому бывает рядом хороший человек появляется, но вы не оценив эту ситуацию, прогоните либо его, либо убежите сами, доказав самим себе, что рядом с вами не был добрый человек, и это сплошь и рядом возникает, это обычная ситуация, обычная происходит в жизни, в семье, поэтому семьи рушатся очень быстро именно на вот этих домысливаниях, мощно проявляющихся домысливаниях, поэтому надо учиться быть достойным, и тогда вам всегда придет то, рядом станет то, чему вы действительно в какой-то мере можно даже такой термин запомянуть заслужили действительно, а так даже из многого хорошего, что вы действительно сейчас уже можете представить уместно, потому что достаточно опыта человека, чтобы многое приятное, правильное достаточно увидеть, верно, но чтобы оно рядом с вами появилось, вы не всегда этого действительно достойны, и поэтому рядом появится тот, кто вроде бы имеет тоже хорошее качество, но он должен что-то вам еще и другое поднести, через что вы должны будете научиться чему-то большему, подняться выше, но дальше, тогда что-то и лучше будет, ведь кто-то может проявить программу такую неприятную для вас, исключительно в связи с тем, как вы к этому относитесь, и как только вы поменяете свое правильное отношение, эта программа уйдет у этого человека, он не будет больше себя так вести, но он будет вести только пока вы будете что-то неуместно требовать, это тема одна из тоже немаловажных, ее сейчас вам очень важно правильно понять, значит вы все бурно составляете в эти условия, и у вас эта программа вся пойдет, вам остается как-то улыбаться, ну надо же, однажды мы слушали, ну там что-то недооценили, увидели вы это на полном скаку, потому что на самом деле именно так все и будет, вот это мне вот сейчас приходится каждый день разбирать, каждый день с вашими папами, мамами, родными, близкими, тоже со своей семьей, все те же самые программы, у вас они те же самые есть, родители вам их передали уже, то есть они в свое время начнут скрываться, поэтому заранее учитесь правильно воспринимать реальность, воспитывайте себя, воспитывайте силу воли, учитесь брать над собой контроль, вы же должны стать хозяевами самим собой, а потом начать, что же такое хорошо, приятно видеть мужчину, который попадает это чувство любви и ревности, соответственно, потом стучится головой об забор, и говоришь, я не могу, а это реально жизнь, вот сейчас верующий ступается, и все, он чувствует, но он не может справиться с собой, настолько мутит сознание, это чувство, которое попадает и ревность, его просто сметает, если силы, боли у него и силы духа не хватает, а нехватка пока еще очень большая, поэтому под ревность вы можете попасть очень мощно, так что это даже потом трудно, в вашем лице увидеть что-то человеческое, смотришь на свою и удастся ли вам помочь, но тут уже будет, конечно, все зависит от того, как вы сами пожелаете себя поменять и победить себя, потому что если вы не обратитесь к истине, не попробуете опереться на истину, то, конечно, тут остается оставлять вас один на один со своей слабостью, где вы бушуете, кипите, горите, но в то же время дозреваете до того, чтобы однажды уже спросить, а как правильно поступить? Вот это область учитесь формировать, воспринимаете друг друга в реальности такими, какими вы есть на самом деле, учитесь быть помощниками друг к другу, не требуйте друг от друга быть такими, какими вы считаете, чтобы был ближний, не надо, пусть он будет таким, как он есть, любите его таким, как он есть, и тогда вас точно так же будут воспринимать такими, какие вы и есть, начнете с них требовать, с вас начнется аналогичное требование, почему это вы так делаете, а почему не так, то есть вся программа та же самая против вас включится обязательно, не хотите, чтобы с вас требовали, но так и не требуете сами прежде, и все будет замечательно тогда, давайте сейчас остановимся, потому что и тяжело не сидеть, но и так, полу все-таки прохладный пол, чтобы мы тоже сейчас не перегружались разными темами, конечно, я верюшу, с кем там очень много затронут, но и в один раз уже тронуть это сложно, это начинает начаться водить, потому что видите, уже почти 3 часа сидим, 2,5 часа, а тронули только маленькую часть, более того, вся сложность еще и в том, вы затрагиваете тем, на которые нельзя ответить, да, так неправильно, вот это так будет правильно, да или нет, то есть это нельзя ответить, мы раскрываем тему очень серьезно, где, конечно же, надо в это погружаться достаточно многогранно, поэтому ничего, если сейчас мы что-то не успели, тем более, ведь я многое повторял из того, что уже было сказано, и оно запечатлено в писании, поэтому читая, вы все это точно так же будете поднимать в своих воспоминаниях все-таки буду прочитывать, если не было прочитано, прочитайте, еще лучше выясните, но дальше желаю вам счастья, не бойтесь спрашивать, конечно, вопросы, которые сейчас пока вам становятся для вас острыми, потому что некоторые вопросы вам очень важно спрашивать, задавать, и даже пробыть вместе, но все-таки есть еще вариант, задавайте вопросы, присылайте письма, если там у вас острые вопросы, я их, конечно, обязательно буду вас призывать, то есть, если не на общую встречу, то индивидуальная встреча, конечно же, может быть, где вам, у вас есть возможность смело просто очень спросить на любую тему, просто так смело, не боясь, не стесняюсь, потому что вообще вопросы жизни, ваши взаимоотношения друг с другом, это серьезнейшая тема, и их важно тронуть очень правильно, грамотно, от этого очень много зависит у вас, поэтому тут пойти смелее, счастья, радости, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok